Такой план ждали давно, почти 10 лет. Принять его всегда что-то мешало, прежде всего отсутствие финансирования. И вот, наконец, схема охраны и использования охотничьих угодий в крае появилась. Она предполагает наличие у каждого участка, на котором можно охотиться, хозяина, который не просто желает получить кусок земли ради наживы, а занимается его охраной, прежде всего от браконьеров. А еще привлекает инвестиции и развивает охотничий туризм. Ведь по охотиться на Алтай приезжают гости не только из Кемеровской и Новосибирской областей, но и из Европейской части России. Отныне в схеме будут прописаны все детали. Например, пропускная способность охотничьих угодий. А сколько можно принять гостей, чтобы не навредить объекту животного мира? 10, 50 или 20 человек. Этим нормативным документом уже конкретно охотничьих угодий дается ему оценка, сколько охотников там может находиться и отстреливать животных. Таким образом предполагается сохранить и даже приумножить численность животных в регионе косули, кабана, лося. Кстати, новый документ давно ждали и сами охотники. Что касается охотников, я вам скажу, их интересует практически только одно. Будет ли охота и в каком виде? На каких территориях какой будет охотпользователь? Сколько будет стоить путевка? Там или там? После того, как документ обсудят и внесут в него поправки, схему передадут на рассмотрение утверждения губернатора края. Только после ее начнут реализовывать на практике. Тогда, по мнению разработчиков, наконец-то будет снят вопрос, сколько на территории региона реальных охотничьих угодий и тех, которые до сих пор остаются уязвимыми для браконьеров и находятся без охраны. Татьяна Голубева, Николай Шелко. Наши новости.